Добрый день с новостями. К этому часу Алия Абитова. Коротко о главных событиях дня. В Кунаеве зверски убили 18-летнюю девушку. Кто виноват в жестоком преступлении? Более десятка домов в Алматинской области находятся под угрозой обрушения. В чем причина? Почти 50 голов скота сгорело при пожаре в Жамбулской области. Кто возместит ущерб? Подробности в выпуске. В Кунаеве задержали подозреваемых в жестоком убийстве 18-летней девушки. Ими оказались двое молодых людей студенческого возраста, искавшие наживы. По версии следствия, уроженцы Алматы и Алматинской области 2001 года и 2003 годов рождения увезли жертву за город. По словам родственников, злоумышленники хладнокровно избили ее дубинкой. Они забрали у несчастный телефон, оформили на нее кредиты и оставили умирать в степи. Сообщается, что с одним из подозреваемых убитая познакомилась совсем недавно. Тело нашли 21 марта. Уголовное дело возбуждено по статье убийства. Виновным может грозить пожизненное заключение. В следствии установлено, что подозреваемые лица в ночь с 14 по 15 марта, находясь на открытой безлюдной местности, расположенной на юго-западной части города Кунаев, с применением физического насилия совершили убийство молодой девушки. 21 марта двое подозреваемых лиц были представлены в следствии в суд для санкционирования меры пресечения. И решением суда они заключены под сражу. Усилить мир и по обеспечению безопасности казахстанцев поручил Касымжимар Тукаев на оперативном совещании Совета Безопасности. Президент отметил необходимость взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму. Совещание Совбеза прошло после теракта в Подмосковье в России. Глава государства осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей и подтвердил солидарность нашей страны в борьбе против терроризма. На заседании рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях. Объем инвестиций в экономику Астаны за прошлый год превысил полтора триллиона тенге. Об этом президенту доложил Аким столицы Женс Касымбек. Он сегодня рассказал о социально-экономическом и инфраструктурном развитии города. За год создано 1800 рабочих мест в сферах обрабатывающей промышленности, медицины, образования, логистики, транспорта и в других отраслях. В рамках проекта «Желтап» трудоустроены почти 6000 человек. Женс Касымбек также отметил, что отопительный сезон в столице в этом году проходит с профицитом тепла. Город отопительный период прошел стабильно, никаких эксцессов в городе за этот период не наблюдалось. Большую помощь этому оказали, конечно, завершенные в прошлом году крупные объекты жизнедеятельности, такие как ТЭЦы, газовые электростанции. Кроме того, глава государства дал конкретные поручения по дальнейшему благоустройству, озеленению города и развитию отраслей экономики города. Порядка 10 семей оказались под угрозой обрушения из-за схода грязевых масс в Алматинской области. Напомню, 23 марта в селе Бесагаш оплывено повредило два частных дома. Жильцы, поврежденных и находящихся в опасной зоне зданий, эвакуированы. Обошлось без пострадавших. В службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что жилье, расположенное в верхней части склона по улице Алтай, могло упасть на близлежащие постройки. По словам местных, это уже третий обвал за последние семь лет. Примерно в полночь услышали сильный грохот. Все соседи сразу вышли на улицу. Оказалось, грязь сошла с горы прямо на наши дворы и дома. Не спали сутки, собираем вещи. Мы решили уехать в Талгар. Это уже не первый случай. Наш дом в феврале прошлого года пострадал от оползня. Тут опасно жить. В ликвидацию ЧС задействовали порядка 70 человек и около 25 единиц техники. Спасатели провели работы по разбору жилого дома, расположенного в верхней части склона. В областном Акимате его оценили в 57 миллионов тенге и предложили пострадавшей семье. Однако последние не согласны с такой оценкой и просят независимые экспертизы. К слову, вопрос о переселении более десятка семей все еще остается открытым. Сейчас большинство из них временно живут у родственников. Вся будет масса убрана? Обязательно. Что на ее месте появится? Стена. Подпорная стена. И гора будет срезаться каскадом. Если компания даст нам гарантию, что не будет, то здесь дома не будут сноситься. 50 военнослужащих прибыли в поселок Шубар-Кудук Октябрьской области для ликвидации подтоплений. Там накануне произошел разлив талых вод из-за обильного снеготаяния. По данным МЧС, поток воды вышел из берегов русел оречной системы. Вода разлилась по дорогам внутри населенного пункта. Военнослужащие возводили берегоукрепительные сооружения и выгружали инертные материалы через каждые 50 метров. Всего они уложили около тысячи мешков вдоль жилого массива. Благодаря этим мерам подтопление домов удалось избежать. На данный момент вода, которая прибыла с холмов, спала на 30 сантиметров, а внутри населенного пункта вода спала на 10 сантиметров. Проводятся все необходимые работы. Данные меры предприняты в связи с возможной угрозой подтопления жилых домов населенного пункта. Задействовано 150 человек и 30 единиц техники. Почти 50 голов скота сгорело при пожаре в Жамбулской области. Жертв и пострадавших нет. По данным МЧС, прошлой ночью в селе Каратас на территории частного дома вспыхнул сарай. Огонь охватил больше 200 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пожарные ликвидировали огонь в течение 50 минут. На месте происшествия работали 7 спасателей и 2 единицы техники. Их усилиями из пламени были спасены 180 домашних животных. На место происшествия незамедлительно выехало одно отделение пожарной части номер 16 города Жанатас. 7 человек добровольно пожарного формирования, 1 единица техники. Установлено, что всего в скотном дворе находилось 228 голов мелкорогатого скота. Огнем уничтожена одна лошадь и 47 голов овец. Ущерб почти на 400 миллионов тенге нанесли госбюджету автомошенники. Сотрудники департамента ФМ Палматинской области зарегистрировали около 45 незаконно ввезенных грузовых автомобилей и прицепов на территорию страны. Сообщается, что злоумышленники пытались избежать уплаты таможенных и регистрационных сборов путем подделки документов. Преступная группа незаконно везла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 миллионов тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 миллионов тенге. В Алматинской области ветеринарная станция задолжала своим работникам свыше 200 миллионов тенге. Выяснилось, что предприятие не выплачивало сотрудникам зарплаты. За нарушение трудового договора на руководителя организации наложен штраф в размере более 550 тысяч тенге. По данным прокуратуры, директор учреждений привлечен к административной ответственности. К слову, на сегодня сумма задолженности полностью погашена. Новую пожарную часть открыли в Бустандыгском районе Алматы. Объект площадью более 2,5 тысяч квадратных метров рассчитан на 4 выезда. Это, по словам представителей городского ДЧС, должно позволить сократить время реагирования на чрезвычайные происшествия. В здании также имеется учебно-тренировочная башня, которая позволит повысить уровень подготовленности сотрудников. На последних этажах также предусмотрены три благоустроенные квартиры. Штатная численность пожарного депо около 70 человек. Данная пожарная часть будет обеспечивать пожарную безопасность района Казахфильм, района Ирминсай, Ремизовки, Нур-Латау, Нур-Латау. А также будет участвовать в тушении крупных и сложных пожаров в черте города. Всего в мегаполисе находятся 20 подразделений противопожарной службы. Однако в условиях бурного роста территории города требуется еще по 15 пожарных депо, отметили представители МЧС. Поручаю руководству департамента в этом плане еще до конца работать. Алмата динамично идет развитие города Алматы, плюс алматинская генерация. Все это в КП снизит все чрезвычайные ситуации. Более 300 тысяч алматинцев и гостей города посетили главные праздничные мероприятия в честь Наурыза. 21 и 22 марта прошли самые масштабные концерты, выступления и другие развлекательные события. Одним из них стало выступление звезд отечественной эстрады, в числе которых Яркейс Махан, Кайрат Нуртас, ансамбль Дос Мухасан и многие другие. Помимо этого, на праздничных гуляниях отдыхающих порадовали вкусными угощениями, веселыми ярмарками и прочими мероприятиями. Для гостей были организованы выставки ремесленников, показы национальной одежды и спортивные состязания. Очень красиво, очень красивые у нас батыры, высокие, красивые. Всех с праздником, с Наурызом. Пусть наша многонациональная страна будет счастлива. Вот уже который день в городе погода дождливая, но у нас все равно настроение отличное, праздничное. Радостно видеть, что в Алматы так красиво отмечают Наурыз. Мирного неба нам над головой. Это все новости к данному часу. Более подробно о событиях дня смотрите в итоговом выпуске новостей в 19.30. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин